так ехайл ехайл summer cup у меня тут и пинкта до серваков показывает ебически абсолютно так ну наверное лучше стало но лучше стало стало лучше стало да ну все окей ну вот так значит будем лучше стал пожалуй так ну окей значит я сейчас быстренько попробую камеры поставить я уже поставил но как бы все пошло по понятным причинам так шестерочка вот сюда камера аля егор семерочка вот сюда и в принципе в наверное готовы как ты думаешь да давай 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 начнем давай так мы там есть тобой на экране даже на экране с тобой с вообще красота везде есть я только накануне завис что ли наверное я завис да я зови сейчас дискорд открою вот сейчас по идее ты должен отвиснуть отвис 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 я уже все эти этот твич ебучий простите меня знаю уже все его прикола так ну чё я понял ты 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 болеешь за кого сегодня это не за кого не болеешь я сегодня за хоккей я сегодня за хоккей за интересный ровный могучий драматичный и качественный короче ты не иван ты нормальный человек ну а к ивану чё надо иван всегда болел за nordic union когда а потом пошел играть в сэн иуда двойной было если ты смотришь вами привет очень тебя люблю она вчера пошлась пошлась игра пошлась это бросок или это что но такая проба вас пока не возня возня до шайба пока из зоны зону так туда-сюда зашлась но вот какое-то первое осмысленное действие косатка на мугис и мугис ищет но не точно не находит смотри какой хороший 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 дабы неплохо назад фрейн может ударить все правильно и фоксович дам удар мимо но он оставлять шаги мы кстати отметили что фоксович играет не на своей позиции он играет на воротах в принципе он начинал так когда-то играть вот да 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 егор может шиваются немножко процентов на 20 книгу пишет я тебя просто не могу убавить я сделаю я не ну я попробую давай просто не смог протестить так на те времена тут берг пушка перехватывает и покатился покатился это он умеет и вот такой моментик сейчас посмотрим сверху сейфа тайгера было дело убавил я на 22 да я слышу что дабы неплохо катит но там мугис тоже не спит не смог привести на касатку пока такая мельтешня мельтешня и цепкая игра да ребята за за шайку цепляются видно в грозах отруги круги да 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 пока вот не приема и вот смотри вот сейчас момент эндри вообще один но касатка не там нужно была хорошая передача тут все таки будет с этим посложнее но just aint прибавил и может вырезать конечно эндрю всегда мог принять шайбу любой сложности вот еще один опасный момент еще один момент прошу прощения кнопочка кнопочка так там никто не хочет эту шайбу она такая одинокая вот вот и ворота кстати говоря ой-ой-ой касатка даже синие были в шоке этим пользуется что это такое но как это посмотри на это ну что это пока не разбери вот так хороший бросок от касатки отметим да ну а чё но залетел уже но залетел гол гол значит хороший значит хороший еще 11 попытка один я начал на душ добивать я понял ты решил сегодня расширять русского языка не получается выкинуть шайбу чужую зону но технически конечно пока хреново ребята выглядят эти и другие стоит и мне сейчас немного времени пройти ребята в катится найдут каждое свое место тут вопрос будет в том кто быстрее это сделает и возможно получится игра волнами сначала одни найдут свою игру потом они потерять найдут другие поэтому вот то есть в принципе как и я думаю что будет три игры да потому что я почти уверен в этом да они ему конечно могут быть могут ну вот такой проход бросок более вот дальней выше ворот и факсович пошел уже бить он может мудрис прикрывал под прижали лимонов конечно надо признать все-таки несмотря на брак лимоны у своих ворот играет намного больше шайбу у них вообще не держится и вот когда на них держится вот так это заканчивается выбросом просто на чужую половину поля и все финит для комедии вот прошла эта передача но тут берт берт не сбертил очень много бросают валидола и я бы сказал что это наверное очень хорошая тактика на самом деле вот по такой игре молодцы вот эндрю сейчас немножечко нашел 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 место нашел свободное место жаспейн его наш вода щелочку найдет как говорится и нашел втроем втроем здесь красный как-то непонятно собрались в одной куче и неплохой бросок от эндрю притирочку вот хорошая атака разгоняется как положено все но вот непонятное действие здесь от магица конечно вот так вот у красиво красиво мне понравилось своем почему они были там не может не видела это было не осмысленной передачи от муки с так я что-то просмотрел не то там маги сообщить но ее тоненько катнул и по ней ударил защитник в в прессинге и просто продлил ее как бы то сделал то что по идее должно было произойти изначально вот муки с опять шайбой понял 2 хорошо обмен голами тут сложно номер своей корякой за корякой не но она сложно то конечно игорну сложно он вообще один вот ему просто никто не мешал здесь 11 так быть конечно не должно пока побыстрее были дольщины да и где где дефонство лимона где есть но она медленный ну кто это wdf правильно ли так понимаю но ну как будто бы да ну вот как будто вы меня сильно впечатляет обозначен скорее всего именно он да 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 но расписаю в составах он да ну вот пожалуйста вот был неплохой момент эндрю очень слабо катнул тут накрыли касатка неплохо 5 на берд и бенят в касании очередной момент но так не знаю время мне кажется был у него улучшится и подверг легкий пацан он хлестка бьет отпускает здесь далеко мугез но там же получится уже да ну ой хорошо кстати попробовал и доиграл вот я оценил да да люди играют до последней секунды потому что в этом нашем вашем хоккее тут вот любой момент нужно доигрывать потому что может произойти да знаешь сколько у меня было игр когда ребята в первом периоде 2 из 3 риса и на потом мы выиграли на ранке вот это происходит на самом деле достаточно часто я тут с тобой полностью согласен ошибочка кстати говоря тут но никому опять выходит и как бы не боится выкатить потому что техника есть в основном играет в поле его прикрывать его за не очень кстати неплохо он играет час в поле техноша это может быть сильный это таким темные темные лошадка точным ходом ой райан и они коней райанской эндрю разозлился вижу прямо пора она пора фендрю конечно это ой почти я забрал у него бросок не получился заблокировал w как раз таки собственно как защитника сыграл тряслись ручкой ручки у факс очень слишком много ему время дают что он же не знал что делать да и не поверил своему часть сюда муги с муги съедет бросок наверно будет я предполагаю видим ли мы его на камере до видим не получилось замкнуть и вот вот была возможность контратаку сейчас отрикошетить не получилось в чате у нас там прорезаем для инвалидов вспоминают это никнейм да 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 и на полностью с ним согласен согласно согласно абсолютно 70 будет за резанием все будем лежать оксочи вселился name небе нам передает но пока успешнее успешнее немножечко и по здоровье такое она имит выходит значит отменный аксорий заметьте это не я сказал бросок будет на факсович дальний вот так он больше моментов пока у факсович в этом периоде чем спейн но вот слишком сильно я не понимаю так ты понимаешь что хотел сделать лимона не просто жить выбрасываются никуда не не дрожат шайбой не держит вообще ничего не пытаются сделать пытается вывести шайбу на другую сторону там должен зацепаться эндрю конечно там на этой стороне но пока не получается вот возможность на эндрю но там мудис его прикрывает сейчас оставили его но вот нет не видит может быть вне кондиции ой 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 опасно и касатка с шайбой как говорится но такая вот касатка возможно это самое хорошо хорошо играющая касатка в мире в хоккей 41 до пока побыстрее по техничнее по опаснее и по счету абсолютно справедливо пока лимонс пока не в игре пока не в игре но в потоке ли в ресурсе ли они любят модные слова собственно то что мне напомнило про не в игре я собственно к тому и шутил так касатка снова попытался быть с шайбой с шайбой теперь с шайбой с шайбой мугес и что что мугес просто на самом деле получает удовольствие от игры я вижу он остановился там постоял неплохо но не получилось да здесь best of 3 мугес хорошо занял позицию очень здорово и вот на берта у него получилась хорошая передача берд нет нет так как в такого в пирла играет распаковщика диспетчера неплохо пока вы это очень легко дело в такой игре когда ребята которые против все играют не заезжают за свою синюю линию просят выносить на тебя шайбу еще один по 1 51 очень буднично ребятки это пока все конечно делают без зуба без зуба вообще абсолютно ничего не очень отчаянные выбросы с контролом и вот этими замах клюшки вот момент вот нет нет все опять перехват и снова здесь вот подборы все подборы за красными все подборы за красными вот это один из самых популярных способов проиграть игру проиграть все подборы хороший бросок до от берта пушки вот так вот у у ну вот здесь то вот здесь то у касатка касатка хорошо очень позицию занял да видишь он не стал бросаться он поехал с ним развернулся ремонт ровно очень очень четко как заправский защитник как мамкин райан сыграл можно сказать делается больше ничего было отличной передачи было а бир пушки из предательские больше ничего не осталось но нет больше но там сильно было не не получилось у тайгера эту шайбу сыграть по понадежнее наверное нужно было не просто и клюшку держать от движения сделать тогда бы она наверное улетела в поле но даже там возможно подбор был бы за красными мугес будет шайбой куча у него времени вообще пушка опять один стоит на пятаке передача не получается у могиле сегодня вот запись бы и заряд залетает шайба такая она конечно предательски она залетает я думаю обидно факсовичу должно быть создать и кучи до неловких ненужных движений чему не приводящих но до удар довел спасибо да и джаз по он размочил свой счет в этих в этой встрече от здорово здесь играет эндрю на подборе андре вообще очень цепкий игрок на самом деле пока не хватает не хватает его цепкости пока мне кажется ему не хватает помощи честно говоря ну вот и и тоже то есть было бы два эндрю гейза я думаю была другая игра но включает аннейм да так и выпускает кого мугеса меня только рыжь мне кажется может выйти сейчас ну видимо да но вот это может сейчас на самом деле хвостиком и хвостиком вот такие замены на ну да он встал на ворота ну ну давай посмотрим на воротах мы рыжий еще не видели пока наверное нет возможно я не помню но я по-моему не видел так она им все-таки все-таки пробегает пробегая здесь где-то фактор так у нас по-моему зависла и развисла что вроде все 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 растет самыми мой мой интернет это может быть и мой видишь учитывая что мы сразу размачивает да и уже гол уже 72 на самом деле мы в сколько в двух шайбах отмерся ну вот не ожидал я в этой игре mercy признаюсь себя искренне я ожидал все и лично да и ничего одновременно у них я ожидал все все могло произойти вот все сценарии абсолютно ну вот играл и сейчас ты видел это ну вот нельзя так долго думать над таким простым решением ты последний защитник на тебя едут два игрока просто выброси да здесь катает и нет видишь касатка 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 с шайбой шайбой рыжь попадает по шайбе уже хорошо что и фоксович поедет не удержали его в воротах фоксовичем пошел 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 даже забил уже еще пошел мягко на берли и берд ну нет так ты конечно не выкрутишь с другой стороны может попробовать еще и здесь сыграть в недодачу отдает передачку все еще остается с шайбой ну конечно берд здесь просто засолировал сейчас всю команду лимонов это кстати был не бердет был фоксович ваше прощение да фоксович просто рвением и упорством поражала и затолкал эту шайбу касатка через дом играет на фоксовича и фоксович поехал бросает вперед и касатка с шайбой потери здесь но никто не пользуется много техники синие пока пока вообще ну вот смотри вот опять просто что позиционно вообще происходит ни один игрок не закрыт на пятаке даже никого не стоит ну можно же просто кому-то одному на нем стоять поправьте все неправ это уже будет мешать ну конечно да интересно было интересно первая игра 92 пока что-то в одну калиточку в лидол просто они просто пришли на игру и пока выигрывают просто за счет этого лимона пока не пришли почему-то надеемся что все-таки подъедут странно странно но предположительно так ведь момент там вчера там на ранкете еще видел just pain был в какой-то не самой лучшей кондиции я вот только с ним играл перед игрой и и моральный тоже вот такое же ощущение было честно говоря я ожидал что мы как бы за что-то поборемся нас был бердянск но я ожидал что он все таки за что-то поборемся но вообще ничего не получилось то есть боль какая-то была тоже не не узнал just pain и сегодня но опять же я честно говоря не провожу параллели между ранки дыма турнирными играми то что я прекрасно знаю что две большие разницы там прямо там прям писали про то что у него какие-то там проблемы в жизни и как-то вот начали транслировать сюда зачем-то самим же джаз пэйном и вот я думаю это возможно что-то случилось у него ну тогда наверное можем пожелать ему свои проблемы решить и понадеемся что у него все это получится сделать что он вернется своей лучшей форме потому что мы видели его лучшую версию конечно он в последнее время кстати очень хорошо набрал на самом-то деле вторая игра началась до началась со сторонами поменялись цветами состав до того же с прошлой игры да вот последний лимонов тоже у лимонов нет я так понимаю опции да у них есть только алекс кларк да и но алекс кларк наверное в данным в данном случае не будет усилением я боюсь конечно но только если w поменять но опять же алекс кларк играет очень просто он встает сзади я не думаю что это будет усиление w играет позиционно по крайней мере правильно плюс-минус ну вот собственно что вот такая вот а плевуха вроде джаз потерял обу но эндрю гейс тут но тут вроде как бы повод по пасекам у него выбили просто да хороший андрю да он я говорю андрей очень цепкий игрок он если у него есть возможность если он щелочку может найти то щелочка как бы щелочка творит для него свои врата обязательно бесит он на самом деле этим дальний бросок не попадает в ворота факсович берд пушка здесь теряет шайбу возможно кстати говоря сейчас валидола расслабиться ой какая часто это на самом деле оплошность у команд расслабиться после первой игры которая показалась очень легкой дальний бросок у бросать по бросать поворотом рыжа можно да конечно тоже немножечко разыгрался чуть чаще попадать по шайбе чем обычно но думаю хорошими перед оценки самая сильная пока сильная сила так сказать поэтому побросать побросать бы но не дают времени хорошо хороший приходит от вот решишь видишь наблюдаем за рыжим попал попал есть не сомневался как он своевременно выехал это согласен похвалим рыжий рыжь молодец а то у нас ругай о сейф между прочим от рыжи по моему сейфу я сверху смотрел мне показалось что был сейф оставил это в мазиле сейф сейф да я посмотрел вы меня это идет прим параллельно для чата сейф сейф был бы я со стандартный к этой камеры смотрю вот там 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 эндрю вот таком он был отдал 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 такому отдал w который уже развернулся спиной ему было совершенно неудобно кому не отдал просто выдавился потерял шайбу еще один удар вот валидольщики то пока свою игру немножечко потеряли и вот я о чем и говорил одни найдут свою игру другие не найдут потом другие потеряет а вторые как раз таки найду и вот же спин здесь давай 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 не идет у него конечно передачи не точные но пока он самый активный игрок но он активный да но у него прям явно какие-то технические сложности такое ощущение вот именно системе не 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 с оборудованием и да с техникой наверное не технические сложности с техникой 2 в 1 между прочим и вот не отдает джаз пэйн опять к сожалению но у w есть возможность перехватить он это делает здорово это делает и посмотреть практически прошел все получилось завалил завалился пока не хватает сейчас на ровке до конца но уже тоже прогресс все это время хорошая передача мир w переквалифицировался до избран ареи поле правда получается но уже конечно много лучше амбер пожадничал да пожадничал берт и факсович там были берт пожадничал а мы поздно отдавать уже было и бить уже был неудобно поэтому вот пожалуйста первый период а счет 1 0 ну берт как стремительный пацан нахлёстки и мощные он решил бросить факсович за там за рыжая просто отбивается за себя и за морю или к за кого-то за сашку за себя и за сашку да 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 это очень далеко даже лучше стало после перехвата у джаспейн есть возможность с рыжим здесь пободаться нормально отдает рыжь и и вот вот момент нет корпуса мог попробовать там джаспейн наверное задержать касатку а сны и tiger на месте ну вот так вот они джаспейн едет касатка стоит посмотри что делает отдай 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 родной и и поздно отдал обидно эндрюша не успевал еще удар ну нормально но эндрит и холодильного под себя можно было попробовать не кожу можно пробить но здесь опасный обрез конечно честно ты был они уже было поздновато сложный был момент я бы наверно отдал ну или не факт что я бы отдал обрез передача сложная 2 секунды 10 вот пожалуйста вот до друга другая игра да другая игра рыжь выходит все-таки его смена закончилась мугис и его дозор окончен до не знаю дело то было в принципе не в не в рыже но возможно сон внесет коррективы и немного как бы стабилизирует ситуацию в стране так сказать красных w перевод на джаспейна в целом неплохо мугис не успел джаспейн 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 ну не знал что делать джаспейн вот так ласкнул скилл пока да да ну вот он скилл сам лак и да да хорошо хороший момент сам себе создал на самом деле не было его вообще еще еще вот пока джаспейн просыпается просыпается джаспейн заметно это и в шансы на самом деле лимонов начинают выглядеть все лучше передача на мугис хорошая мугис должен справиться я думаю с этим моментом ой-ой сейф от тайгера какой йо-хо-хо тайгер снова наверно должен здесь играть вы нас на w примет 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 принял чуть-чуть справился итоге да не потерял дачу не отдал нормальную но справился по крайней мере гросс неплохо мугис касатка и нагер держит и вот так рома дня и зачем можно бросить поверье на чем угас туда и да так вот уже аккуратно надо вот такой оп туда понимаю что там лес клюшек и наверно сильно не бросить тоненько 11 вот эндрю есть эндрю да никто не поверил никто не поехал к сожалению а можно было замыкать рикошет от синих и тут то там было играли защитный это был нет да и по-моему я сам в себе запутал сдвое на него но получается поворотом прокинуть некому был зацепиться w вперед кучкаются кучкаются лимоны в обороне путаются не очень правильно играть по позициям и из-за этого не по двору не зацепляют хотя казалось бы должны быть их вот момент здесь перехватывать на это как мугис и началась дед пушка там не разобрался шайбу зоне красных дриблинг но такой воздушный дабы не успеет но надо при сен крессинговать надо факсович дальний бросок так подбор за касаткой но тут ну вот по мне но тут мугис будет 1 до мугис будет 1 эндрю включать вот читку читку включать надо эндрю гейзу вот этих всех отскоков ну или хотя бы скрипты я не знаю но пора чем мы ждем то скрипты есть скрипты если найдут а если найдут 11 пока касатка я считаю что если мы найдем скрипты и андрю гейзу над забанить куклера будет w здесь на комберт пушка накрывает just pain латвийское противостояние tiger на и другие я пропустил вот я сейчас смотрю на карту там w в общем то открывался по тому же борту возможно это было бы лучшее решение теперь у нас ситуация вот такая и не попадает в ворота просто берд и у эндрю есть наверное нет нету эндрю ничего на самом деле но по крайней мере не привоз судя по всему да ну да молодцы сегодня синие больше в плане быстрого возвращения из чужой зоны в свою и вот тут но тоже нет не произойдет ничего здесь скорее всего учился 1 не держится шайба у лимонов вообще то есть вот мне кажется это основная проблема не получается у них ее держать даже момент который они забивают они не с контролем связаны с тем что просто какая-то ошибка какой-то момент там получилось забили вот вот сейчас вот сейчас все прям вот твои слова прямо произошел момент с контролем кстати да да но хороший блок от защитника не увидел это там был там было тучно кучно подрагивает ручки валидов сейчас над как раз таки лимона собраться сложная передача до было для гейза и все-таки включать включать какие-то уже вторую скорость пора включать и забивать свои моменты пока пока не уверен вот фоксович едет слишком один я бы сказал прямо таки насколько один столько много времени что вот да да вот да что забыл забыл забить и здесь ошибка w прям на самом деле чудовищная ответка конечно соответственно и если поворотом попал успел что не так со словом кучно я думаю там кучеров возможно куча да привет жучку ты не переживай мы тебя если поминаем то только хорошим словом ну и вот тут как-то ой вот так вот это w был до какие-то он вертухи там пишет просто выписывают как-то гвандист ой фоксович какая хорошая мягенькая пошла но тут косатка но не пришла запутался и опять вот эти вот замашистые размаши вот это же финт кучерова называется нет когда ты машешь и не попадаешь по шее я просто узнавал недавно мне сказать что это оказывается но я думал что это семенов придумала это не он финзи дано но у нас другой его так вот тут вот тут бирт пушка конечно не сплоховал вот такие он умеет забывать ну вот сейчас нервишки собрал он кулачишки и да на спокойно спокойствие взял ну где-то ой ошибочка на самом деле оставить бы оставить в до слева его ну неплохо неплохо корпус поставил w немножко неожиданно от него такую игру видеть честно говоря мне и опять так бы отдать дальше не происходит этого перехват от кроват вот возможность было но мудес уже возвращается в этом плане молодец конечно это прям похвально и вот так игрался и повторная да и просто ушки копировать вставить происходит сейчас для берта ваш не только это состояние номер два и прочитал брат брата так за основу театр 31 все-таки в лидол был шанс вот у лимонов вот этого первых двух периодов когда вот нужно было забыл как хорошо ты видишь забили же микрофон рукой врезался но что это такое то но как такое можно не забить было такую красоту можно было возможно лучше и лучшие комбинации этой игры вообще со собой их сторон вот здесь вот неплохо технически бирта 5 касатка выходит там мудес но и он не пил эндрю крутящийся шайба отлетает факсович в сторону берта неплохо мулги свободный на думаю что его делать бертом на пятачок он очень хорошо конечно беру прием конечно плохой но берд великолепно сыграл просто устроил рональди не там да посмотри посмотри что происходит как они пушка была сейчас действительно не обманул да когда в некий написал нордические ветра подули комбинирование непривычно нам такое в этой игре наблюдать такие такие штуки стеночки забегания это все немножечко да вот ребятам ребята могут но пока редко но вот то что лимоны это допускают что что но страна посмотри касатка все равно до последнего простоял и сейчас в получит момент еще один не забивает его перекладина перекладина и вот но сильно но сильно же тут тут ничего джаз плену не скажешь на сильно не заступили сниму полторы минуты осталось и не похоже на что тут что-то произойдет честно говоря тот момент когда должны были вот мимо доспейн обрезает бед пушка что будет что он сейчас придумать который я думаю он сделает нет красиво что-то придумал а папа папа пап пуп 41 на 14 точнее ну вот у красных наверное будет моменте как не будет моменте к провал защите и здесь мугес уже катится отдает на касатку и касатка не с шайбой в этой игре на самом деле больше чем шайбой фоксович в касатка один вообще берд на воротах 1 ночью но в итоге пасу никуда берта убирать опять выбирать кому отдать и никому вот так берд разыгрался до к концу да да вот эти вот волны волны вот третья волна пошла тот берд это один из тех игроков которым нельзя давать свободу их таких несут не очень много может человек 10 12 прям вот совсем которым прям совсем нельзя вот берд пушка один из них потому что вот он в этой ситуации хорошо играет его можно закрыть его можно вообще ничего не дать сделать но если вы даете ему свободу то вот это получается каким-то кстати моментами у у них получалось у лимонов не давать свободу берту пушки рыжий выпустили в поле сейчас будет камбэк на гол я ожидаю камбэк возможно я наивен рыжий будет искать но рыжий сам не сам себя возможно они сейчас будут искать мерсеру они рыжие на самом деле то что одна рыжая в стиле поэтому 7-1 просто выпустили чтобы сказать мы тебя выпустили проиграли чтобы еще до этого всех что нормально так ну и тут вот никого не закрывается вот действие от рыжая эффектная эластико получилось и джаз пэйн и другие есть кто никто джаз пэйн рыж на секунд так на удержание рыж ну видывал я игры конечно и полюбопытнее правда нет но до получилось нет немножко не тот что могло бы быть наверное скажем так это и этот вариант тоже был ну мог не секрет я считал считал что валидовые фавориты здесь я собственно поделился с вами в этом в админском чате этим своим рассуждением и в общем то я в общем больших сюрпризов не увидел а наверное чуть больше ожидал может быть индивидуально от эндрю потому что больше в принципе составили моноф ну да джаз пэйн конечно был ниже своего уровня это тоже правда но в целом да что делает рыж то до комментируют немного происходящее такими колкими 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 высказываем своими коронами w спрашивает когда его бан ну видимо еще через одну игру если это было второе предупреждение то видимо в следующий w больше всех это сейчас задел конечно ну понятно ну надо посмотреть будет опять же мы не я не честно говоря не читал игровой чат я пытался следить за игрой посмотрим после игры что там было написано и наверное уже будет понятно так ну что давай посмотрим наверное теперь на small cup так это очевидно не ты в картиночке рядом я так предполагаю что наверно скоро подавалишься да ну давай я тебе сейчас у меня так-то особо не нечего делать я сейчас тебя выведу потому что у меня есть ты в другом на другом экране я тебя просто сюда скопирую и собственно и буду доволен этим вот так вот ну смотри у нас получается финал бандиты валидол правильно я понимаю смотри какой я умный то есть получается вот эти ребята рисовашка не рисует у меня вот так отправляются вот сюда а вот эти ребята уже никуда не отправляются ну скажи мне вот в таком финале что что ты ожидаешь будут ли бандиты играть в то же самое во что играли сейчас лимоны и будет ли такой же результат нет там так скорее всего не будет все таки панда строю выходим да есть панда фактор играет нечасто но если панда выходит то все-таки чаще всего успешно выходит чем нет но подожди мне кажется здесь все таки панда мне кажется не фактор панда потому что был эквивалент панды в лимонах это эндрю гейс ну плюс-минус я не ну ну вот нет нет ты считаешь не не эквивалент нет 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 сегодня эндрю гейс ну всего сегодня да но на бумаге наверное эквивалент но нет 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 понял нет панда панда больше шайба и работает больше берет на себя больше индивидуальных действий играют они делятся он не час но если делится то в принципе неплохо и как бы его завершение финишинг так сказать классическая новая школа да вот из того что ты мне описываешь это вот игроки новой школы там frisbee вайбер тот же самый ну да только у него свой такой стиль развалочного медведя тире панды несла свой стиль такой замедленный шатки балки медленный но он работает ну не очень много его газета нет наверное не буду здесь каким-то образом дискутировать потому что ну действительно я не очень много увидел я помню его в четырнадцатом где-то вот те времена ну там конечно особо в тот момент смотреть был не на что ну в четырнадцатом уже нет четырнадцатом уже было по-другому да я наверное здесь ожидаю больше от валидола чего-то но я не на сто процентов уверен что они не поломаются если врежутся головой в бандитов в стену они могут сломаться мы же видели сейчас как они и с лимонами которые вообще были максимально херовые по своим меркам то есть вот это не те лимоны которых мы привыкли видеть сюда мы видели как банки как валидола потерялись какой-то момент вот да это был тот момент когда лимонам нужно было пляться танцы и накидать шайб побольше чтобы в третьем периоде уже защите играть на как раз таки на отмашь и валидольщикам подпорт да и не но но не зацепились счет был 11 так и не забили не больше голов ну и третий период все-таки закончился у лимонов сок их и вот пожалуйста собственно там только 7 8 1 мерси был или нет учет напомню да по-моему по моему я не честно говоря не был мерс мне кажется смерти был по во второй сейчас я посмотрю вон секунд 172 нет не был мерси 2 1 в 1 что ожидать да слушай ну давай поглядим что тогда наверное на большую табличку ты у нас тут присутствуешь поэтому чего стесняться опять правда не ты пока но сейчас будешь ты вот так тут у нас собственно одна пара про которую ты знаешь больше чем я и одна пара про которую наверно я знаю больше чем ты 1 это nordic union сс со второй итальянс айскриммерс какая тебе из этих пар кажется менее однозначный не вот такой вопрос задам понимаю что ты здесь как предвзят но вот что какая из этих пар тебе кажется более интригующий более интригующие все-таки пожалуй ну ну наверно альянс айскриммерс все-таки пожалуй наверное смотрим как же конечно все произойдет не буду ничего загадывать но вообще наверное скорее всего там менее ясно менее но умение ясно да согласен согласен менее ясно может пройти все что угодно в паре nordic union сс чуть-чуть чаши весов наверное в одну той сторон перевес ну конечно нордики здесь будут андердогами это понятно но так и не такими андердогами как я не знаю херн против айскриммерс да там или там карантин рум против айскриммерс а андердогами как был альянс против асс тех же самых мы же тоже считали альянс андердогами на групповом этапе и андердоги вышли из пацио андера и показали кто тот док в общем-то достаточно убедительно в этом кстати наверное моя одна из из оставшихся интриг на этот турнир было было ли то победа тот то выступление альянса каким-то единичным случаем знаешь раз в год и палка стреляет или это все таки какая-то наша новая реальность где альянс действительно это серьезный контендер и наконец-то у нас теперь не однополярная система да в турнии в чемпионате как хотя бы двухполярная да это будет зависеть прямиком от состава альянса на игры потому что только четверка федерико волк бора и зарипов наверное могут показать вот этот сверх хоккей ну да который они могут показать не наверное ни одна другая комбинация игроков не сможет ничего но есть кона в принципе который наверное может в некотором смысле в защитных действиях наверное подменить волка но да я бы согласен с тобой что это не совсем эквивалент все-таки не взаимопонимание и у них просто очень хорошее взаимопонимание именно между собой в том что но они как 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 машина работали на самом деле даже удивительно даже не то что взаимопонимание там фактор волка я бы даже сказал фактор волка решал бы больше чем вот там не знаю но буре за рипов с волком играют вот вот какой-то другой хоккей это такой волчий клей до склеивается происходит какой-то да немного выключаются ненужные движения буре происходит точный пассы от зарипова такой efficiency мод начинает может он их пиздит если они плохо играют не знаю у него рада раз разные у них вот какие-то настроения под игры когда они приходят играть там не знаю с коной за рипов буре вот недавно играли товары но этот ну просто что-то не там дуряться что-то смеются ну да да я тоже был на таких парах непонятных вводят на турнир таким составом в целом тоже как-то так вот сегодня серьезно выходят с волком и получают 20 как бы против против фсс ну с волка конечно хорошо но его нет он не играет его нет но может быть будет все-таки ты думаешь он опять просто придет и такой опа ну вот в этом и суть он приходит и просто да и просто это работа да да его какая-то мощь ниоткуда-то непонятная волчья сила как бобровая страя только вот волчья внезапно она очень важен живительная да я не заметил когда волк стал играть так я заметил зимой еще на самом деле что волк стал играть заметил когда произошел вот этот переход как бы мифик ли да 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 ну наверное так же как у всех когда произошло много много часов вложенных в хоккей как у нас сейчас там ребята вроде тима сидят на ран киде и набирают такую форму сумасшедшую или кузе и помню что бот он играл часто потом вот не припомню может кто-нибудь напомнит может куклер скрипты расшарил с ним макросы макросы да это не погони макросы вроде семенов у нас был нет но подозревали все там что-то мудрили я и просто я был в бане кукле и принимал участие поэтому не эксперт я я помню семеновым вот там тоже точно что-то было иван пойти выяснял фейк это или не фейк там там сложная была история и такая классическая охота на видим от людей которым больше нечего делать своей жизнью золотые времена да в общем я наверное с тобой здесь соглашусь с волком альянс это другой альянс это просто волчий альянс такой прям агрессивные знаешь цепкий хваткий учуяли они мяско на жопе с а и вцепились в него всей своей сколько там у волка зубов я не знаю даже ну 32 предположим 32 зубной челюстью вцепились в эту с прям хороший такой кусман отгрызли но к счастью она загорелась сразу же после этого и как бы рано рано пришла в порядок все 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 продумано понимаешь во всем природа позаботилась да ну и в общем наверное чем мы же уже не скрываем это что нас сейчас следующая игра будет вот такого характера поэтому я могу наверное просто при тебе немножечко порассуждать а ты покринжуешь я так понимаю наверное она все-таки не в 30 начнется да чуть попозже ну да ближе к 40 ближе к 40 она начнется да поэтому у нас есть еще некоторое время чтобы обсудить в общем наверное это я бы сказал наверное это в самая важная игра среди всех полуфиналов потому что это такая битва стилей я бы сказал это кунг-фу против против регби и кунг-фу здесь это очевидно nordic union которые будут показывать нам комбинации стеночки забегания покажут нам что с райана все еще сыпется песок когда он разворачивается закинутой головой ну такие штуки все что мы любим в игре нордиков ну а сс это конечно будет очень быстро я думаю это будет постоянное давление это будет это будет очень много те технических действий и тройка фризби фризби никой вайбер это в общем в потенциале конечно смертоносное оружие которые вот например уже как минимум одну осечку дало в этом сезоне в этом чемпионате в этом турнире в игре с альянсом и возможно сегодня мы посмотрим на вторую осечку мы пока этого не знаем егор видимо ушел поблевать перед игрой чтобы да 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 и собственно ты можешь нам какие-то инсайды по составу сказать проб что у вас будет выбить обычный штеген райан к ты егорка ну тогда вот собственно видимо от нордиков сюрпризов составами не будет так крис придет на подмену я нет ну проблем быть не должно но так и запишу этому как проблем быть не должно насколько когда я знаю что сс тоже будет основной состав в какой-то момент по крайней мере точно поэтому мы наверное увидим ребят в полную силу посмотрим что там фризби на ранки делал ну фризби на ранки дифризби в турнирных играх это два разных фризби на самом деле если посмотреть то там в общем разница на самом деле очень заметно помню волка вот он и подъехал да здравствуйте здравствуйте товарищ волк вам видимо кто-то передал что у вас обсуждают или ты икать начал как икает волк ты хоть раз слышал егор я вот нет я не слышал интересно услышал только что наверное слышу егор егор расчехляет свои орудия убийства можем технически наверное ставить и показывать во время игры стоит был бы интересный экспириенс наверное вот я хотел на других играх это попробовать но так и не сложилось не ссс да то есть типа по куртку с него ты готов егор готовится потеть смотрите смотрите как это выглядит как выглядят люди перед смертью ищите в следующих архивах викиликс опа слушаю тебя да у тебя реально мыши такая прям классическая она вообще никакая это просто если работы взял потому что я забыл свою x7 один раз и мне это понравилось больше я ее отсюда взял и елена теперь со мной вот эту дура ездит нормально ничего егор тебе там кучеров желает удачи и победы от лица всех олдов ну раз давай за 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 наш за выпуск 68 года давай давай покажи что ты можешь еще еще можешь так ну чё ты еще посидишь или ты отключаешься я я прям вот выйду все все давай егор спасибо большое за комментирование и удачи в игре давай пока так его нас покинул собственно чего наверное переключимся в игру и посмотрим что у нас там происходит я наверное отсюда уберу черный квадрат малевича который больше не нужен который был когда-то егором но больше егором не является вот так вот я ставлю ни хрена никого кроме егор на сервере нет аж даже грустно возможно как связано с тем что сервер рестартнули и я так предполагаю а я сижу и смотрю на это до сервер видимо рестартнули поломали мне камеры ну не уби я тебе припомню ребят пока собираются на сервере я расставлю камеры эта камера мне понравилась мне кажется достаточно неплохо видно какие-то розыгрыши на пятак поставим такую же на синие ворота ну пойдет и собственно наверное будем ожидать я вижу на сервере уже есть райн егор код ката у синих пока состав не полный есть есть нико есть вайбер и кто там у них третий дед маус и хао у них два вратаря и собственно два полевых игрока ну ну если поставить мне кажется хао с дед маусом в ворота точно ничего не пролетит вместе прямо обоих было бы интересно посмотреть хороший был бы эксперимент удастся ли при жизни мне на это поглядеть не знаю но было бы любопытно федерико желает удачи я так предполагаю что наверное желает нордиком поправь меня федерико если я если я не прав да и собственно пока составчик это полного нет наверное игрового ни у одной из команд как я предполагал все дети ушли спать федерико желает удачи обеим командам потому что он настоящий джентльмен а я о нем плохо подумал так что передаем удачи обеим командам от федерико я может быть почитаю чат но я вижу что здесь опять рыжь залетал и я наверное не буду читать что там было до этого сорян мне тяжеловато я старый у меня меня уже давление вообще все дела я не стрессоустойчивый пришел штеген и вот наверное мы имеем полный состав для нордиков напишу что стрим реди грустно констатирую что у меня кончилась вся жидкость в комнате это грустно я умру от но надеюсь хотя бы увижу апсет и какого хера нас никто не смотрит объясните мне где все люди нет людей нет ну что да волк пинг это пинг это собственно следствие того что у меня twitch studio не работает без vpn и по-моему я с казахстанским сейчас я сейчас точно тебе скажу если тебе это важно да я с казахстанским vpn из-за этого такой пинг но по идее на картинку это не должно влиять привет стасу привет мир рыбою разве 12 человек для хоккея не духа не это не дохуя на самом деле у нас по моему здесь и по 26 было в какой-то момент какой-то стрим было 32 по моему если не ошибаюсь на каком-то из моих на одном возможно на англоязычном даже я сейчас уже не могу точно вспомнить это можно будет посмотреть наверное где-то тоже не знаю но нет был бывало побольше бывало зажрались немножко да ну а чё поделать зажрались но 13 человек это не так уж плохо прошу прощения не снэйк в горло попал его великолепная аура наверное витает в воздухе перчит очень сильно так ну я вижу что команда собрались но мы что-то все еще продолжаем ждать видимо пока я усну или умру от старости надеюсь дождемся а может быть нет но я наверное метнусь пока за чем-нибудь попить я метнулся было быстро напишем что мы ради немного асмр контента в следующий раз поставлю тег валидола с лемон сыграли 2-0 валидола выиграли 9-2 и 1-7 а у тем временем начинается игра ну и ньюби сразу поставил мерсеру интересно это мув от от валентина и мы начинаем выигрывают синие вбрасывание на их половине поле шайба дэдмаус выбрасывает на фризби на один борт поехали фризби с вайбером непонятно немного вот такой бросок в створ ворот на самом деле штеген здесь на подборе но фризби будет первый и и вот так счет становится 1-0 неудачный выброс от от штегена такой не совсем сильный наверное недостаточно сильный еще становится 1-0 очень быстро открывают счет эсс заряжены очевидно снова выигрывают они в брасл они разыгрывают здесь красивую красивую стеночку накрывает накрывает здесь райан всю эту катавасию и придерживает здесь хорошо дэдмаус шайбу немножко далековато отпускает райан может и накрыть такой и отдает в общем-то неточную передачу и горка здесь будет попробовать проезжать сам видимо в зону в зону вкидывает надката дэдмаус наверное здесь да дэдмаус здесь подыграл сыграл прошу прощения и и нико будет бороться вместе с егоркой за эту шайбу и егор выигрывает егор выигрывает сохраняет шайбу для своей команды отдает передачу и не прошла эта передача к сожалению для нордиков дката с шайбой хорошо под себя на райана не успел райан развернуться и синие шайбой выезжают вперед и вот такой момент у фризби который он в общем достаточно просто на реализует точным броском в ближний угол для штеггена 2-0 бодренько начался первый период первой встречи дката здесь дорабатывает после борьбы хорошо на неко выбрасывает фризби здорово оставляет на вайбера вайбер не очень хорошо здесь обработал и вот тем не менее с не очень удобного угла с не очень удобной позиции после не очень удачного приема на самом деле таким вот крюком закидывает вайбер совершенно спокойно шайбу в ближний угол опять же и 3-0 очень крутой прием от вайбер снова хорошо играет здесь и горка и должны сохранить эту шайбу нордики райан здорово сыграл корпусом передачи на и горку но здесь нет и гор справляется и хорошо они обыгрываются с райаном вот шанс для для нордиков не получается штеггин здесь должен играть вбрасывает вперед здесь райан поборется я думаю попробует может быть бросить даже нет накрывают его накрывают его не было у него столько времени сколько он думал у него есть штеггин мягкую передачу на райана отдает райан обыгрывается с егоркой егорка здорово от борта но здесь уже подстраховка в лице фризби который вот так вот от борта просто выкидывает в зону немножечко начали как будто бы нордики находить темп очень сложный для них темп это не фризби фризби это не фризби я не очень понял комментарий штеггин выбрасывает в общем то просто просто по борту и здесь борьба которую выигрывают синие и вот такой момент у фризби не попадает он в ворота выше ворот бросил не разобрались здесь деката с райаном оставлял деката шайбу райану но тот не успевал к ней вообще никак бросок поворот ну у них ники мягко говоря не отражают личности из-за этого я может быть иногда путаюсь ну и плюс очень высокий темп ребят поэтому сорян я тут либо буду три слова говорить в минуту либо иногда буду ошибаться фризби сейчас будет шайбой будет наверное разворачиваться плохая передача на нико нико разворачивается отдает на вайбера и вайбер очень здорово под себя убирает на ложном замахе собственно вот так вот забрасывает очень очень сильным броском 4-0 становится счет нортики пока конечно мягко говоря свою игру найти не могут не могут найти свою и не могут сломать игру эсэс работают оба способа на самом деле альянс например играл в свою игру но можно и сломать вот собственно нико забивает свою первую шайбу ассиста там не получилось хотя я так понимаю фризби по моему отдавал но видимо было дополнительное касание от противников и не записали ему ассист 5-0 становится счет стремительно игра на самом деле развивается ошибаются здесь штеген и защитник не разбирается ничего шайба с Егоркой они были но не наказывают их за эту ошибку пришел орех на сервер но судя по всему в общем то наверное усиливаться не придется и ослабляться тоже при любом раскладе как бы вы не считали ореха усилением или заменой штеген будет с шайбой дает надката Егорка вот так не очень получается хорошо пока у Егора поиграть в свою игру шайбой 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 во selfилит В коллекцию не хватало шайбы, забитой после вбрасывания. Вот теперь она есть. Казалось, что должен Доката играть. Но он этого не сделал. И сейф от Штеггена. Шайба в космосе. Приземлилась. Выброс вперед. Здесь Фрисби на подборе первый. Шайбой принимает Нико. Сложная была шайба. Принимает, тем не менее. И выбрасывают нордики. Начали уже толпиться на своей половине поля у ворот. Потому что игра явно не получается. Штегген сейвит. Простой бросок для него был. В отличие от шести предыдущих, которые в его ворота попали. Там, конечно, что-то засейвить было намного сложнее. Фрисби на Вайбера. И здесь неточная передача от Вайбера. Егорка с шайбой. Поехал он в дриблинг. Накрывают его здесь. Вдвоем съедает Фрисби и Нико. Не Фрисби, Вайбер и Нико. И вот такая вот... Гличченная шайба. Прилетает в итоге к Дэдмаусу, который выбрасывает вперед на Нико. Нико, наверное... Нико решил бросить дальнюю. Не попадает он в ворота. И на подборе здесь Райан первый. Есть пространство. Вот, возможно, первый момент за игру. Когда у нордиков есть пространство. Посмотрим, что они сейчас с ним сделают. Райан бросает на пятак. Здесь есть шанс. Ах! Далековато, далековато. Отскочила шайба у Егора после приема. Проходит вперед Вайбер. Так, немножечко корявенько. Волдскульном стиле. Ой-ой-ой, какой сейв от Штеггена. Сейв еще просто. И здорово выбрасывают над Ката. Вот у Ката теперь есть момент. Посмотрим, как он его реализует. Здорово его реализует Ката. 1-6 становится счет. Посмотрим, смогут ли нордики вернуться в игру. Не стал сближаться Деката слишком с Дэдмаусом. Решил бросить издалека. Ну, видите, это решение, в общем-то, себя оправдало. Наверное, чтобы не придумать какой-нибудь херни, он решил, что я лучше брошу, потому что знаю, что попаду. Попал. Бросил. Попал. Нико бросает дальнюю, попадает в штангу. И здесь... Чуть-чуть Деката не затолкал шайбу в собственные ворота. Повезло. И Егор отдает здесь на Райана. Не очень точно. Не туда, куда поехал Райан. Размянулась шайба с движением Райана. И вот такая вот, какая-то не очень, на самом деле, понятная передача сейчас прокатилась через весь пятак. Перехват от Нико, по-моему. Очень хороший. По борту над Катой. Вот здесь бы развернуться. Но Деката, видимо, не чувствует уверенности в своих силах в дриблинге. И отдал не очень, скажем так, ох. Ох. Ну вот, тут как бы не такое количество большое людей умеет так делать. Это, конечно, великолепный абсолютно прием. Сразу с разворотом, с выкатом на пятак. С этим сложно что-то делать. Мы сейчас видели на сколько. 1.7. И вот, наверное, сейчас мы можем увидеть последнюю шайбу в этой игре. Да. 8-1. За две минуты до конца второго периода. ЭСС заканчивают первую игру полуфинала против Nordic Union. Мерси Рулом. Вот такие дела. Шесть шайб забил Вайбер. Четыре передачи у Нико. И два гола. И Фрисби с нулем. Голов и с одной передачей. Не сказал бы, что это отражает уровень игры. Он не выпадал, на мой взгляд. Иногда он выпадал. Сегодня он не выпадал. Я, по крайней мере, не обратил внимания. Ну, просто исторически связка Нико и Вайбер, наверное, работает лучше. И это понятно. Посмотрим, начнется вторая игра сразу или нет. Да, нордики решили ничего не обсуждать. Видимо, нечего обсуждать. Поэтому мы начинаем вторую игру прямо сразу же после первой. Посмотрим, что-нибудь изменится или нет. Но ЭСС это не та команда, которая имеет свойство разваливаться, честно говоря. Это не похоже на них. Я бы очень сильно удивился, если бы сейчас что-то пошло у них не так. Просто так вот забирает шайбу Вайбер. Теряет ее, кстати, сразу же. И синий снова с шайбой. Хорошая передача, разрезающая из-за спины. Райан с шайбой. Не получается у него. Да, прием был прям четкий. Хорошая дальняя тката. Я, собственно, не глядя на радар, подумал, честно говоря, что это Райан бросил. Но это был тката. Очень хорошая передача. Вот тката поехал. Поехал в дриблинг. Наконец-то. Дождались. И вот здесь вот моментик. Моментик у Райана. Острый угол, конечно, давать некуда особенно ему. Разворачиваться и самому пробовать. Да, давали сейчас возможность Райану развернуться. На самом деле не стал он это делать. Продолжал искать передачу. Вдвоем здесь Райан с Егоркой. Продолжают кататься. Держится. Держится шайба у нордиков сейчас. Не могут зацепиться за нее синие. Хороший перевод на... Ну, сложно, да. Шайба прыгала. Райан здесь не принял. Но, тем не менее, попробует, наверное, сохранить. И снова-снова синие не могут зацепиться за шайбу. Минута, собственно, 20 уже сыграна. И у них ее практически не было. Ну, здесь, конечно, переоценил Егор свою хитрость. Пытался за спину открыться Нико, который должен был как будто бы эту шайбу пропустить. Конечно, этого не произошло. Деката здорово принимает. Отдает на Егорку. Но, конечно, я попроще как-нибудь сыграл. Сложно было такое принять. Просто выброс в зону. Здесь Штегин должен играть. Не прессингует его никто. Фрисбин не поехал на него вообще. Вот сейчас только он к нему едет. Это уже было достаточно, чтобы Штегин успел развернуться и отдать точную передачу на Егорку. Вот опасная атака. Дальний бросок. И здесь сейв от Дэдмауса. По-моему, вообще чуть ли не первый раз Дэдмаус вступает в игру. Вот именно на линии ворот. И сразу с сейвом. Хорошо, что не уснул. Мог уснуть. Или пиццу жевать уже. Потому что, мягко говоря, играть от него не очень много чего требует сегодня. Нико с шайбой. Оббивают у него шайбу Егор. Или Райан. Ошибка здесь от фрисби. И Егор. Прошу прощения, Райан. Пытался развернуться. Не получилось у него это сделать. Подстраховал Нико. Дальний бросок, наверное, будет. Я предполагаю. Да. Попытка была бросить. И здесь перехват. Райан может ехать. Райан отдает быстро на Егор. Но это сложная очень передача. Здесь Дэдмаус прям по тому же борту на фрисби отдает. Фрисби далеко отпускает. Пробрасывает себе вперед. И обыгрывается с Нико. И, собственно, Нико здорово здесь убирает под себя. Есть возможность, наверное, сейчас выйти на ударную позицию. Или попробовать отдать передачу. Что он будет делать, мы не знаем. Он будет бросать. Штеггин отменил этот гол. Хороший был бросок. Хороший сейф от Штеггина. Вот у Егора есть пространство. Можно ехать. Егор бросает. Ну, достаточно далековато это было, конечно, от ворот. Не получился бросок у Егора. Нико выбрасывает вперед. Здесь здорово. Здорово принимает. И снова, снова был сейф от Штеггина. Здорово принимал Вайбер. И хороший бросок. В общем-то, был такой. Не увидел сейчас, честно говоря, был это сейф или нет. Возможно, это все-таки было просто перекладина. Потом можно будет посмотреть повнимательней. Ошибка. Ошибка от игроков разыгрывающих. И момент у Егора. Здорово. Егор сравнивает счет. 1-1. Вот так вот вторая игра у нас начинается. Есть ощущение, что какие-то другие немножко вышли. ASS. Я не знаю, специально ли они там темп забавляют или еще что-то. Но... Какие-то это mind games с нордиками. Но действительно, они не очень на себя похожи. Буквально там с разницей 3 минуты между играми. Мы как будто на две разные команды смотрим. Хорошо здесь сыграно Деката. Останется шайба Урайна. Он может, наверное, разворачиваться, пробовать. Обыгрывается с Егором. Не получилось у них выйти. Но, собственно, шайба, наверное... Нет, шайба будет... Здорово, здорово. Егор очень цепко сыграл. И они в ВМ Деката отдают. Он Деката эту шайбу. Возвращает Деката ему. Но это вообще, конечно. Я бы сказал, что это, конечно, чудовищное унижение для ASS. То, что они сейчас сделали. Да, это вторая игра Мугес. Первая закончилась Мерсерулом 8-1 в пользу ASS. Вторая прям совсем другая. Привет Фоксовичу. Ну вот, собственно, снова розыгрыш. И сравнивают очень быстро счет ASS. Собственно, здесь просто ошибка на отбрасывании. И свое преимущество, которое так тяжело удалось Нордикам, они растеряли. Шайбу красных будет. Кто здесь? Штеген? Штеген на Егора, на Надката. Который в последний момент успевает зацепиться за эту шайбу. Потому что не очень она удобно для него летела. Райан может разворачиваться. Райан зачем-то... Ну ладно. Не самое плохое решение. Ладно. Но времени было у него, конечно, очень много. И вот так вот поехал... Поехал... Кто у нас там? Нико. Ну, собственно, на индивидуалках просто... Просто забил, как он умеет. Без лишних сложностей. 3-2 становится счет. За 5 секунд до конца периода. И, наверное, будет еще попытка бросить. Нет, нет, нет. Попытки бросить не будет. Отыгрывают в обороне Нордики. Ну, вот, собственно, так вот. 2-3. Это, конечно, совсем другая история. Я бы, конечно, хотел, чтобы первая игра была такая. Потому что сейчас у Нордиков нет возможности вкатиться как-то в следующую уже, да? То есть им нужно выигрывать эту. Иначе все. Финит или Акомедия? Вбрасывание снова выигрывают синие. Здорово. Они обыгрываются на коротке после розыгрыша. И тут, конечно, ничего не скажешь. Фрисби, наверное, будет снова с шайбой. Попадает он с шайбой, в общем-то, в Нико. Но, ну, прям вот буквально попадает. Сила была такая, что принять это было, ну, катастрофически сложно. И вот такой наброс на пятак. Ух, ух. Две штанги подряд. Две штанги подряд от Вайбера. Хороший момент был. Привет, Берту. Хей, Берт. Не получается здесь у синих довести до удара. Ускорились нордики. Прям наблюдаю. Наблюдаю. Нордики прям-таки резвые. Ребята стали. Подстроились они под темп игры. И пошло по-другому. Пошло по-другому. Райан с шайбой. Ошибается Райан. Вот он такой, посмотрим. Тем не менее, помогает ему здесь Деката. Подстраховал коллегу. Дэдмаут с шайбой. Выносит здесь, по-моему, Райан, если не ошибаюсь. Шайбу в воздухе. И у синих моментик перемудрил Нико. Слишком наперекладывал шайбу. Такой немножечко буре у него включился. Собственно, ухудшил свою позицию, на самом деле, относительно того, что у него могло быть. Хорошая, очень хорошая передача на Деката. И Деката бросает. Ах! Шла она мимо, но там Дэдмаут на самом деле проводил ее в любом случае клюшкой на всякий случай, чтобы не рисковать, видимо. И поехал, поехал, поехал у нас Вайбер. С хорошим броском и великолепным, очередным великолепным сейвом от Штегена. В Штегена вселился дух Федерико. Неудачная игра от Дэдмаута, но не по его вине, на самом деле. И Деката здесь, конечно, так прощает. Так прощает сейчас. Снова Штеген. Снова Штеген в игре. И Штеген, конечно... Штеген решил, видимо, с Федерико поспорить, кто лучший вратарь турнира. Потому что, если так пойдет, мы будем действительно очень долго думать. Тяжкую думу, я думаю. Думать чашкую думу, я думаю. Вот такой момент. Вот так вот. Егорка низом знает слабое место Дэдмаута и всех топовых вратарей. Не сильно низом. И оно залетает. И оно залетело, счет становится 3-3. Середина игры практически, плюс-минус. И посмотрим, что будет дальше. Штеген с шайбой. Выбрасывает на Егора. Егор горит вообще, как костер. Тем не менее, умудряется здесь все-таки ошибиться. Здорово. Очень здорово играет Райан. С разворота выносит шайбу. Тем не менее, он, конечно, остается у синих. Но я чувствую, что... Что происходит там у нордиков? Райан со Штегеном толкаются на пятаке. What the fuck? Просто буквально чудом каким-то не наказали сейчас синие за эту оплошность нордиков. И Нико может вот из такого угла бросить. Спасибо, что не с негативного, видимо, да? То есть, ну, остренький уголочек-то остренький. Попал прямо вот в эту самую щелочку, в которую надо. 4-3. Замешкались там нордики в обороне. Сами себе, на самом деле, эту шайбу придумали. И вот мы можем сейчас уже видеть, как укатывается от них это преимущество, которое они наигрывали. Это равенство, которое они зубами выгрызали. Просто из-за каких-то нескольких неточных моментов. Передача на третьего здесь. И вот так вот. Фрисби аккуратно... Очень классно, на самом деле, реализует этот момент. Не было никаких проблем у него. Абсолютно все здорово было. Сыграно и момент для броска правильный. Не дал защитнику сблизиться. И прием отличный. 5-3. И вот, собственно, утекает эта игра от нордиков потихонечку. И в 6-3. Я бы взял овертайм. Знаете, вот сейчас не хватает немножечко Джобсона в нордиках. Остановить игру немножечко. Взять паузу. Отдышаться. Потому что это же сейчас будет продолжаться. Очевидно же, что набрали. Набрали. Поняли они, что делать. И вот оно продолжается. Чуть ли не залетела седьмая только что. Егорка. А вот у нордиков не идет. То есть вот Егор сейчас не принял шайбу, которую он обычно принял бы. Где овертайм, капитан? Штегин. Только Штегин, на самом деле. Вот последний рубеж. Последний рубеж перед Мерсерулом. Это Штегин. Там столько уже, на самом деле, парень насейвил в этой игре, что Мерсерул бы уже, скорее всего, был бы. Буквально вот. Чуть-чуть. Прям вот на тоненького не дошла эта передача от Егора. Была она хорошая очень по мысли и по исполнению была неплохая. Но зацепил защитник. Не сдаются нордики, тем не менее. Честь и махвала за это. Не сдаются, играют. И вот момент. Вот такой. Нандо бросок не получился, только что у Дката. Выброс вперед. Здесь, наверное, Штегин должен выходить. Выходи, выходи, родной. Выходи. А, ну можно было и не выходить. Три-шесть. Ну, счет, наверное, по игре. Но при этом нужно отметить, что нордики в этой игре намного лучше, чем они были в первой. Намного лучше. Штегин, так вообще MVP. Да, я тоже отошел буквально на минутку. И у тебя уже 31, Мугес. Не отходи. Не рекомендую. Вайбер с шайбой. Выброс на Фризби. Фризби здесь, наверное, будет пытаться что-то придумать. Хорошо отдает на Нико, но это в борьбу. И красные должны перехватывать, я думаю. Егор. Егора накрывают. Нико будет с шайбой. И вот у Нико есть пространство, на самом деле. Он решает попроще сыграть. И накидывает просто на пятак. И там Фризби мимо ворот пытался замкнуть это с воздуха. Дката. Не получилось передачи на Райана у Дката. Видел я, куда он по мысли это хотел отдать. Дэд Маус. Никто даже прессинг не обозначает, на самом деле. Дката вроде бы как бы поехал. Но ошибается Дэд Маус, между прочим. Но тем не менее здесь некому, некому наказать. Потому что Райан с Егоркой уже в защите были. И вот тут Штегин что-то... Что-то зевнул немного. Потому что шайба была несложная. Достаточно было просто клюшку опустить. Наверное, это вратарский гол, я бы сказал. Ошибка от Вайбера. Но тут некому наказать. У Дката и Егора одинаковые ошибки в приеме. Нервы, может быть. Но без них было бы сильно лучше. Без Дката и Егора? Ну, согласен. Мир был бы лучше. И без Путина еще. Но, к сожалению, это не тот мир, в котором мы живем. Дэд Маус. Вторая шайба. Про Дката и Егор я шучу. Вторая шайба такая, не очень удобная для него за две игры. Прилетела. Но с этой он справился, в отличие от первой. И снова Синий в атаке. И вот тут вот прям... Прям вот показательно. Как-то Ката иногда очень сильно спешит уехать вперед, не дождавшись перехвата шайбы. Вот сейчас передача на третьего, по идее, теоретически не должна была даже доходить. О, как здорово. Хорошая, хорошая, мягкая, такая тонкая передача сейчас была от Ката на Егора. Здорово это было сыграно. Здесь Егор... Ну, это было прочитано на самом деле. Просто по обложке было понятно, что сейчас произойдет. И, конечно же, Никой это прочитал и наказывает за это. Спокойной ночи, Куча. Я тоже бы хотел поспать, но... Возможно, через минуту 2-3. Посмотрим, как пойдет. И вот снова очередной, мягко говоря, неудачный вброс. И Штегин. Штегин. Я не знаю, сколько там у него сейвов. Мне кажется, уже штук 7 за игру. Минимум. Кто-то должен это потом посчитать и удивить нас. от Ката. И даже вот в таких мелочах не очень везет, конечно. Да, в малом кубке играют две команды... группы А. Забавно. Согласен. А знаешь, что еще будет забавно, Факсович? Если одна из них выиграет в итоге. Вот этого никто не ожидает. Как будто уже немножечко... Ручки опустились у... у нордиков. Я вот какое-то бессилие вижу в их... в их действиях. Возможно, я додумываю, не знаю, но... Да, одна и та же команда оба турнира. О, не он. Я тоже думал, что так получится. Райан с шайбой. Можно попробовать отдать на Егор. Нет, на Ката сброс. И здесь сложно, конечно, будет. Перехват. И вот такой моментик сейчас будет у... у Нико. Посмотрим, что он сделает сверху. Ну... Не забивает Нико таки редко. Поэтому... Не создают. Не создают, конечно, нордики той плотности. Не создают они таких проблем для ЭСС. Который, например, может создать Айскриммерс. Не обладая такой же техникой, как ЭСС, тем не менее, они умудряются ломать их игру. У нордиков не получается ни своя, в общем-то, идеально. Не ломается ни чужая. И вот результат... Вот такой вот. Мы в одном голе от второго Мерсерула. И... И вот, наверное, сейчас мы его увидим. Да? Седьмую шайбу забивает Нико. Это... Второй Мерсерул. 10-3. Да. Да. Что тут скажешь? Что ты скажешь? Крисп сказал, go ranket. Не знаю, я не буду советовать вам идти на ranket. Хотите идти, хотите не идти. Что тут скажешь? Спасибо, что смотрели. Я, наверное, что-нибудь скажу все-таки. Я, в общем-то, уже начал. Я думаю, что проблема нордиков в том, что у них нет никакого четкого плана на игру с АСС отдельного. Они приходят и играют точно так же, как они играют со всеми, но это совершенно не точно такая же игра, в которой они играют со всеми. К сожалению. Вот в этом проблема, вот в этом непонимании, что под АСС нужно немножечко перестраиваться, что нужно по-другому играть, что нужно играть в более закрытый хоккей. Потому что, ну, если вы технически не можете с ними играть наравне, как Альянс, например, который может, может себе позволить брать и играть в свою игру против АСС. До недавнего времени никто не мог. Поэтому я думаю, что, наверное, шанс нордиков был в том, чтобы сломать игру АСС, а не в том, чтобы переиграть их в свою. Потому что, ну, как бы это как с кунг-фу против танка. Ну, вот это так выглядело сейчас. Ну, да, там, зеркало заднего вида вы танку, наверное, сбили своей красивой вертухой. Но, как бы, и все. Ну, вот и все, к сожалению. Но ничего не получилось. Нордиков, при том, что моментами у них получалась их игра. Казалось, что получается. Где-то они там играли в обороне, какие-то отдельные. Во втором матче они выглядели даже, в общем-то, на равных. Но видно было, что пришли без плана. Видно было, что пришли просто, просто выиграть. Вот просто в свой хоккей сыграть. А это не прокатывает вообще. Это прокатывает, когда ты сильнее, когда у тебя класс выше. А когда не выше, не прокатывает. Чувствовал на своей шкуре, это не единожды. Вот, прям буквально на прошлом розыгрыше. В том же самом финале против Оскаров тогдашних еще. Я это прекрасно чувствовал, что, как бы, разница в классе не позволяет тебе играть в свой хоккей. Ты играешь от печки, от противника. Противник ошибается, ты наказываешь. Не наказываешь. Но открываться нельзя совершенно точно. Выход в окно, да. Хочу сделать суицид. Суицид не выход. У Тима тут, в общем, какой-то странный разговор происходит. Тим, ну ты молодец. Суицид не выход, я с тобой согласен. Да, я не знаю. Давайте, может быть, мы кого-нибудь подключим. Кто хочет поговорить, может быть. Кто-то из СС или, может быть, Егор хочет вернуться. Если Егор нас смотрит все еще. Можем пообщаться, может быть, что-то услышать. Попробую сейчас узнать у Егора. Может быть, кто-то из СС хочет зайти. Тет-а-тет с Егором, это что такое? Объясни мне. Ты хочешь с ним попиздиться? Да, можно Вайбера, кстати говоря. Если Вайбер хочет поговорить. Можно Нико. Мне, собственно, любой человек мне подойдет. Думаю, просто интересно было бы с кем-то пообщаться. Вижу, что никого особо пока нет, правда. Подождем еще пару минуточек. Ну и, в общем, давайте, наверное, пока поглядим, чего у нас в Гранд Капе происходит. В общем, совершенно без сюрпризов, на самом деле, ЭСС попадают в финал. Ожидаемо, я бы сказал. Ожидаемо. Ну вот, вторая пара, вот эта пара, все еще достаточно интересная, потому что, как я говорил, любопытно посмотреть Альянс. Альянс, они теперь всегда будут котиками? Или это была одноразовая акция? И на самом деле они грустный котик, который может только язык показывать. Я думаю, что да, тут не очень понятно. Мне кажется, что Альянс может повторить то, что он сделал, но мы должны понимать, что Айскримерс это в хорошем смысле супердушная команда, которая реально пернуть может не дать на своем пятаке. И это как бы не то же самое, что играть с ЭСС, которые тоже с тобой играют в открытый хоккей на встречных курсах. Получится ли у Альянса взломать вот этот вот сундучок, вот этот орешек расколоть? Мы, конечно, посмотрим, но у меня нет уверенности. У меня нет уверенности. Требую вайберу к микрофону. Да я тоже не против. Где он? Есть-то? А, вайбер, говорят, готов. Так, ну сейчас позвоним вайберу и узнаем у него. Мне бы еще найти вайбера. Вот вайбер. Я нашел вайбера. Да. Я звоню вайберу. Добрый. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, ты громко сразу. Можешь немножечко убавиться. Да, сейчас, сейчас. Так. Ну вот как сейчас. Вот так нормально. Да, да, вот так хорошо. Ну, рассказывай, как оно. Сколько ты там забил? Ну, наверное, 7. Я не знаю. Мне хотелось очень сильно выкинуть компьютер в окно во второй игре, потому что я кидал все в клюшку. В первой игре все еще было более-менее. Я даже довольный был того, что забил шестерочку все-таки. Ну да, там нормально было. Ну, почти все реализовал. А во второй игре, да, вот все очень печально было. Но в целом по игре я скажу, что ну, никаких сюрпризов от него мы не увидели. Наверное, нет, да. Как вы сыграли с ним с ними последний товар. Ну, им на самом деле я не знаю чего. Попадание в клюшку, это вы имеете в виду сейвы Штегина, что ли? Да, да, я все по центру кинул ему в клюшку. Это было настолько печально, я не знаю. Не, ну, я против обесценивания работы голкипера. Но это все-таки клюшка тоже находится на месте по какой-то причине, в которую ты попадаешь. Это тоже не совсем. Позиция занята, клюшка стоит. То, что ты туда бросил, возможно, он просто в душу тебе влез и знал, куда ты влез. Или в мышку, да, или еще куда-то. Или в подмышку, я не знаю. Но, надеюсь, не в подмышку. Это было бы грустно. Ну, на самом деле, Штегин, конечно, очень хорошую игру провел. Несмотря на то, что в итоге ему накидали на Мерсеру, но на самом деле там могло быть два Мерсерула, по большому счету. Так и так, два Мерсерула, по-моему. Нет, я имею в виду, там в одной игре было два Мерсерула, если мы уберем сейвы Штегина, который он там натащил, на самом деле, за вот за вторую игру, то там 14 было, скорее всего. Там прям очень много. Мне кажется, штук 7 он там или 8 засейвил точно. Некоторые прям такие. Все мое, и все мое. Все твои, да. Я просто не обращал внимания, все ли они твои. Ну, да. Ну, слушай, да, я думаю, что, наверное, мне тоже, для меня тоже выглядело, что вам никаких сюрпризов не преподнесли. Объясни мне, как так получилось, что у вас в рисбе на голодном пайке просидел? 0-1 в первой игре. 0 голов, 1 ассист. Ну, как объяснить? Мы все стараемся играть вместе. И как бы то, что у него там очков не набралось много. С течением обстоятельств? Ну, да, это с течением обстоятельств. Мы играем втроем, играем в передачи, стараемся, по крайней мере, если это получается. Вот. Поэтому кто забивает голы, тот забивает голы. Тут как бы не важно абсолютно. Попробую опровергнуть или подтвердить мою теорию, но с командами вроде Nordic Union вам просто играть, потому что они приходят с вами играть в свой хоккей, вместо того, чтобы подстраиваться под вас и ломать вашу игру. Как это делают Ice Screamers, например. То есть, когда Ice Screamers с вами играют, они ломают вашу игру в первую очередь, и потом уже играют в то, что осталось. Вот у меня есть ощущение, что это, наверное, ключевая ошибка команд, которые, в принципе, наверное, могли бы с вами играть более конкурентно, они пытаются как будто бы, знаешь, первым номером сыграть с вами с совершенно непонятными на самом деле идеями. Почему это должно сработать, я до сих пор не понимаю. Как тебе кажется? В этом есть какой-то смысл или это просто мое вот какое-то... Я считаю, что каждая команда играет в свой хоккей. Просто, ну, любая команда играет в свой хоккей. Даже те же Ice Screamers, которых ты привел в пример, они, ну, фактически, они всегда нацелены на удержание шайбы какое-либо. И если их, конечно, давят, то они стараются очень плотно играть со всеми абсолютно. Я не считаю, что против нас как-то особо настраиваются. Ну, я про предыдущие разве-то могу сказать, что это не так. По крайней мере, что точно на финал-то мы настраивались. Это совсем по-другому. Я имею в виду по тактике. Нет, по тактике, конечно, тоже по-другому было. Но ты думаешь, если бы Ice Screamers играли в свой хоккей, я бы вообще вышел в финале, чисто теоретическая такая ситуация. Но понятно же, что реки техничнее и больше забьет. Но причина, почему я выходил, это потому, что у нас лучше получалось этой тройкой плотность создавать. Это вот ровно то, что не получилось у нордиков вообще. То есть у вас столько было пространства. Я столько не видел. Мне кажется, если бы меня в поле выкинули с вертолета, я бы столько пространства не увидел вокруг себя. Понимаешь? Вот прямо вот в поле буквально. Ничего нет вокруг. Просто поле, и все, и белка одна побежала в лес, который там в 100 километрах. Ну, то есть, ну, буквально вам просто давали делать настолько много, насколько, конечно, давать нельзя. То есть они должны были сидеть у вас просто на спинах и не давать вам разворачиваться, не давать вам отдавать. Каждая передача должна была быть, должна проходить через два блока, как минимум, попытки блока. Вы бы все равно забили, и забили бы, скорее всего, все равно немало, но, тем не менее, это хотя бы давало какой-то шанс на перехватах, не дать вам забить много. То есть, возможно, не было бы Мерси Рула, например. У меня вот такое ощущение. Я, конечно, понимаю, что я, конечно, лезу здесь в огород нордиков и учу их играть. Я совершенно не в той позиции нахожусь, чтобы учить нордиков играть. Потому что я вылетел, а они вылетели только сейчас. Я еще на прошлом этапе вылетел. Но, да, и мне кажется, что все-таки здесь какое-то такое немножечко недоподготовленное, что ли, у них было сегодня. Ну, я себя перебью немножечко. Ну, когда мы играем с нордиками, когда они играют в свой хоккей, и они наиграны, если так сказать можно, то с ними бывает неприятно играть, потому что они хорошо держат шайбу. Не скажу, что, ну, да, они не сильны технически. Ну, предположим, что Тката может обвести кого-то и забить гол. Да, это может произойти, но чтобы это стабильно происходило, нет. И он обычно проходит из таких позиций, где, ну, все-таки, ну, пространства много, да. И не обвести там это, ну, грех, я так считаю. Ну, нордики это такая команда. Ну, я как грешник могу сказать, что Тката все еще лучше меня. Но, да, конечно, дриблинг, и он видно, было заметно. В какой-то момент в первой еще игре я обратил внимание, что Тката, очевидно, не чувствовал себя уверенно, идя в дриблинг против вас, потому что, видимо, ему это просто сложно делать было. Честно, просто не замечу даже Тката. Ну, вот, чтобы он был в игре. Ну, он, потому что он не был Тката в этой игре. Он был просто третьим игроком нордиков. Он, в принципе, играл неплохо там на перехватах, в защите где-то местами. Хорошие передачи отдавал иногда впереди, то есть они обыгрывались. То есть он, в принципе, играл так же, как Егор и Райан, вот плюс-минус. Наверное, ближе к Райану, я бы сказал, да? То есть вот мне показалось вот так. То есть ты его и не заметил именно потому, что ты ожидал, что там будет классический Тката, да, с обводками, там вот это вот все. Ну да, я ожидал спороцкого. А этого не было, потому что у него таких вообще возможностей это не было на самом деле. Там было несколько попыток в дриблинг укатиться, но ничего из этого на самом деле у него не получилось толком. Вот честно скажу, что вот про Райана, то, что я не ожидал от него такой плохой технической игры. Он много играет ранкедов, ну, много относительно. Я думал, что он сыграет свою, если не лучшую, то хотя бы хорошую игру для себя. А он очень много потерял, потерял шайбу, все, больше нечего сказать про него. Да, тоже не впечатлило меня Леша сегодня, честно говоря. Я не могу его здесь обвинить, но с вами сложно играть. Я играл, много раз играл. Я знаю, что ты как бы под таким давлением, с таким темпом игры, темп очень высокий. Если ты не привыкаешь к этому темпу, если ты постоянно в нем не играешь, в него очень сложно попасть. Вот на первых минутах, когда вы начали им прям там накидывать в первой игре, ну, было видно, что они просто не успевают буквально. То есть принятие решения не на той скорости, на которой у вас. То есть у вас там выигранный сброс, и вы сразу, хоп, стеночку обыграли, и он поехал забивать уже, кто там в центре оказался. Они просто этого не ожидали. Они привыкали к темпу на самом деле долго. Может быть, третья была бы немножечко интереснее на самом деле в каком-то смысле, потому что было ощущение, что они где-то в какой-то момент привыкли, а потом пропустили три подряд и просто сгорели, потому что поняли, что три, наверное, три, наверное, уже все. Скорее подскажу о себя, что, ну, что, что они привыкли, это не совсем так. Скорее мы очень, ну, так затормозили, если можно сказать. У нас редко что-то получалось. Ну, вот эта перестройка, то, что я вот с чем это связано? А, вы поменялись с позициями. Да, и мы перестроились и, ну, собственно, все обратно стало на свои места и мы их победили. Я, честно говоря, не обратил внимание, что вы перестроились, ну, вот, собственно, это объясняет. Видимо, все-таки вот впереди, вот это вот на розыгрыше особенно, ваша связка с Нико, она работает как часы, а с Фрисби пока не работает как часы, видимо, это еще просто такая временная история. я так не скажу, он уже очень даже не был. Так ты только что это сказал. В смысле? Ну, ты же говоришь, мы поменялись с позициями и стало не так. Ну, я, я предподнес это как то, что мы разрядили обстановку. я же не говорю, что Фрисби хуже играет. Я говорю, что Фрисби на этой позиции, с Фрисби на этой позиции система работает чуть хуже, пока, потому что он на ней, видимо, реже играет, ты же там обычно играешь. Это нормально, это, типа, как вот в Ice Creamers у нас был, меня меняют на Джобсона и все идет по пизде, ну, потому что надо, не надо менять Джобсона. Мы это выяснили, но было слишком поздно. Поэтому, я думаю, что здесь дело все-таки, наверное, не в том, что с Фрисби что-то не так. Мы оставим этот вопрос для историков и археологов. Дело в том, что просто, действительно, ваша связка впереди, она реально очень хорошо работает. Вы там здорово обыгрываетесь впереди, очень быстро, прямо на автомате. Вы даже не смотрите, мне кажется, на радар, куда отдаете, вы знаете, кто куда едет как я вначале сказал, что мы играем втроем, мы играем вместе. Мы как бы, если нужно уйти в защиту, то один из нас уходит в защиту. Это так не работает, что кто-то из нас там атакующий, а кто-то сидит как якорь в Дэфи. Нет, понятно, но на розыгрыше же, собственно, в основном два человека отыгрывают всю эту комбинацию. В основном, да, но я вот себя скажу, просто это уже мнение, как со стороны, я скажу, что Никос и Фрисби неплохо работают. Да нет, вы неплохо работаете все. Результат как бы я не скажу, что хуже, чем я и Никос в паре. Ну, я думаю, что ты не в той позиции, чтобы это оценивать. Мне кажется, это все-таки нужно оставить людям, которые смотрят со стороны на вас. Понятно, что ты не будешь говорить, что Фрисби хуже, ты можешь так и не думаешь, да? Но, собственно, по результату вот именно перестановки, рокировки, мне, кстати говоря, я отметил это в первой игре, мне Фрисби не нравился в ваших играх до этого, сегодня мне не показалось, что он попадал, мне показалось, что он играл нормально, мне показалось, что он был как бы функциональной частью системы, да? То есть, если с Альянсом мне в какой-то момент казалось, что он вам прямо руинит, были такие моменты, то здесь сегодня к Фрисби у меня нет никаких вопросов на самом деле. то есть, вся команда сыграла хорошо, но это правда и не Альянс, наверное, все-таки, да? Не в обиду на ноль, если сказать и про того же Фрисби, то я не знаю, что случилось с Фрисби после Альянса, но какой-то рычажок переключился, и он внезапно начал отдавать в темп, отдавать точно, отдавать любую передачу, которая нужна. Иногда, естественно, у нас у всех бывают затупы, и мы передерживаем шайбы, но тем не менее, я считаю, что на данном этапе Фрисби играет супер. Все. Да? давай, давай на этом согласимся, наверное? Да. Есть у тебя прогноз на Альянс Ice Screamers? Мне интересно было послушать, что ты думаешь про эту игру? Тут, конечно, вот с моей стороны, если сказать, то зависит больше от того, как сыграют Ice, а не того, как сыграют Альянс. Интересно. Если я Ice сыграют прям в свою игру, вязку, то я не знаю, получится ли у Буро и Зарипова там навертеть, накрутить, как они любят. Да, на самом деле, хоккей Ice это такая абсолютно, знаешь, такая прагматичная машина для перемалывания костей. Это вот у меня такая ассоциация с этим. Это абсолютно неромантичный хоккей, да, он до определенной степени никакой некрасивый и никакой не про искусство, он про эффективность. Он вот... И, возможно, конечно, Альянс может об эту машину разбиться. Есть такая вероятность. У меня тоже есть сомнения, на самом деле, несмотря на то, что Альянс, конечно, наверное, произвел самый главный апсет вообще всего этого кубка, и большого, и малого, и деревянного, и картонного всех, обыграв вас, очевидно. Тем не менее, я не на 100% уверен, что они пройдут IC. я не знаю этого, на самом деле. Еще тут вопрос, очень большой вопрос, сыграет ли в этом матче Федерико, и сыграет ли в этом матче Волк, потому что Волк действительно появляется очень редко, а Федерико, я насколько знаю, уехал. Ну, вот Федерико, я считаю, что чуть ли не самая ключевая фигура на самом деле нужны все, но она очень ловит. Ну да, нужны все. Без Волка тоже не то, на самом деле. То есть, ну, Миррор Бой играет хорошо, в принципе, но это не Волк. Волк, собственно, Кона, есть Кона, но это тоже не Волк. То есть, тут Егор, собственно, вот до игры, до игры с вами, после игры Валидола Лимона как раз говорил о том, что вот именно эта четверка, она может, может, наверное, все. Вот, если они придут и они, и они сыграют. Я думаю, что я, наверное, здесь в итоге согласен. Без Волка, без Волка будет, без Волка будет грустно. Возможно, на Эскример схватит без Волка, не знаю, но я не уверен. Волк очень сильно позиционно играет и на перехватах, то есть в воздухе, он почти все снимает, и это дает большое преимущество Ленцу на отскоках, и за счет этого они на самом деле очень много голов забивают. Воздушный Волк. Да, именно так. А если без Волка, то я не знаю, Кона сможет ли так же хотя бы приблизительно сыграть, как Волк. Позиционно Кона может играть, но вот в воздухе наверное нет. без Волка Альянсу очень трудно было. Волк-то такой клей прям от их команды на самом деле. Я видел несколько их товаров с Коной в защите, это выглядело не совсем уверенно. Поэтому зависит от многих факторов, как получится, так и получится. Я много очень странных товаров видел с разными людьми в разных защитах. Это очень часто выглядит очень странно. И в некоторых из них я принимал участие даже. Я сознанием Как главная персонала. Да, конечно. Как тот самый человек в защите, который заблудился. Знаешь, такой как траволта, руками такой, типа, а где тут нахуй пойти? Да, ну в общем, что я могу сказать? Ну, наверное, мы, наверное, будем подводить итоги с тобой какие-то. Собственно, я поздравляю тебя с победой, во-первых. Благодарство. Да, я так понимаю, Егор, наверное, не хочет к нам приходить. Ну, я его понимаю. Прекрасно. После поражения, на самом деле, залетать на стримы это вообще история веселая. Не рекомендую. Вот. Поэтому, да, поздравляю тебя с победой. Поздравляю всю команду СС с победой. Нордикам желаю, на самом деле, не расстраиваться. Все впереди. Сделать, если работа над ошибками, то можно играть. Вот, Вайбер говорит, что с вами сложно бывает. Вот. Похвалили. Вроде бы. Вот. Поэтому, да, ждем вторую пару Альянса Ice Creamers и будем смотреть на финал. Драматургически, наверное, Альянс был бы интереснее. Такой реванш в финале, все дела. Но посмотрим. Я Ice Creamers списываю со счетов не готов ни в один момент времени вообще, потому что такие ребята, они как это, как таран. Вперед прут и хрена ты их остановишь. Поэтому, посмотрим. Всем спасибо, что смотрели. Спасибо еще раз Вайберу, что подключился. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok